однако же Михаил Дмитриевич тут а я здрасте Михаил Дмитриевич я знаю что у тебя есть ученики которым очень интересен доклад рассказ Юрия Анатольевича они кто-то из них будет сегодня а это вряд ли у них экзамены и зачеты а как неудачно нам ли передвинули сейчас все эти сессии и прочее ясно ясно ну что тогда будешь старшему составу рассказывать Юрий Анатольевич тогда если позволите я к тебе в партнеры Михаила Дмитриевича передам а сам отключусь и от видео и от прочего хорошо да ну вначале я думаю что меня всегда можно прервать и задать какой-то вопрос поскольку все-таки я объем достаточно большой буду рассказывать хотя я не считаю здесь что-то принципиально сложное но мой жизненный опыт показывает что на некоторые вещи все-таки тяжело усваиваться сейчас я отключу экран так ну название моего доклада применение алгоритмов построения бейса гребера для вычисления симметрии дифференциальных уравнений полиномиального вида ну на самом деле можно так сказать и более общего вида вычислять но полиномиального вида как раз позволяет этот алгоритм сделать очень быстрым и эффективным ну и как правило более класс этих симметрий на самом деле обычно полиномиальным и ограничивается ну за редким исключением на самом деле вот это как бы исторически если смотреть изучение вот симметрии дифференциальных уравнений вообще определила мои научные интересы поскольку получилось так что я был под большим впечатлением спецкурса который читал мой учитель здесь на мехмате саратовского государственного университета чернов и алексеевич вот но он хорошо был знаком с овсянниковым и так сказать читал нам курс по групповым преобразованиям и было очень интересно увидеть как когда для нелинейного дифференциального уравнения внедряется туда внутрь константа какая-то как как будто мы работаем с линейным дифференциальным уравнением находятся какие-то частные решения которые как правило очень тяжело найти и главное что это был алгоритм этот метод был алгоритмический своей сути вот и получилось так что случайно мне попалась книга так сказать помаре не помню уже название псевдогруппы ли там и что-то и так далее и там был изложен алгоритм как можно было приводить систему к некоторому как называемому каноническому виду в данном случае назывался инвалютивный вид система приведена в инвалюцию которая позволяла эффективно сами вычисления делать вот и так получилось что потом все это перешло таскать в инвалютивный подход который позволяет в некоторых случаях очень эффективно строить бои с игроком поэтому доклад будет как построен я вначале достаточно быстрый мой возможно поверхностно там как это дается теория классическим способом вот и потом покажу что с помощью байса гербнера можно никаких формул не знать ничего не делать только знать просто иметь представление как этой байса гербнера работают и можно будет построить сами это сказать вывести уравнение на сами эти инфаментизмальные симметрии так сказать и и их решить и даже автоматизировать вычисления в том случае когда у нас полиномиальный вид решения вот то есть тут как бы терминология бывает достаточно разная ведь тут вот как у меня заголовок написано одно из основных задач группового анализа вычисления симметрии симметрии просто более популярное слово это я могу провести аналогик как раньше были символьные вычисления потом стало название компьютерной алгебры потом название компьютерной алгебры начали включать совершенно другие которые компьютерной алгебры прямого отношения не имеют но название красивые используется то есть идея какая вот изучение действия допускаемые данные уравнение системы уравнений это как бы не принципиально группы на множестве решений это уравнение то есть мы хотим ввести уравнение в том числе нелинейное ввести константу то есть у нас положим известно какое-то решение и в обычном случае когда уравнение линейное то мы известно что так сказать если у вас есть два решения линейных уравнений то их линейная комбинация также является решением этого уравнения и за счет этого многие задачи в том числе математической физики можно так сказать и достаточно решать вот возникает вопрос в случае нелинейного уравнения как это все сделать ну наша кафедра она как бы одной специализации кафедру было как раз трансзвук а там все уравнение принципиально нелинейный вот околозвуковое течение газа и поэтому то сказать получалось так что это как бы было очень актуально вот то есть докладе будет представлен как раз тут алгоритмический подход просто на байса грёбнера это как бы я к чему буду стремиться он будет эффективный как с точки зрения объема вычислений вот так это сказать достаточно большой класс вот этих вот симметрии будет находить все вычисления буду показывать это вот мне очень нравится система компьютерного симпай как и сам питон язык я честно говоря вот и с одним питающим гердом обсуждал я не верил что можно так быстро с нуля сделать очень эффективную систему и вдобавка самом языке питон хотя питон сам язык медленнее примерно раз 600 медленнее чем язык си но видно за счет хорошей реализации алгоритмы работают достаточно быстро вот ну и пакет и ген автором которого я являюсь ну чтобы отдать сказать дань истории вот систематическое исследование непрерывных групп преобразований было вот проведено норвежским математиком собственно ли вот это потом называли группы ли вот ну как бы две дисциплины алгебра анализ ну я как бы всегда считал что дифференциальные уравнения могут быть описаны только дифференциальные уравнения поскольку объект сам по себе очень достаточно сложный многообразный и математический аппарат который чтобы их описать он все время попадает на сами дифференциальные уравнения типичный пример это работа шапеева василия павловича там еще несколько было авторов это так сказать была книга где-то год 80 какой-то вот и там было как раз поиск решений дифференциальных уравнений сидя какая у нас дифференциальные уравнения мы из него должны выделить какое-то решение обычно это сдается там начальные условия краевая задача там комбинации какие-то из них но так сказать получается так что наиболее так сказать они же на границе сдаются либо в начальный момент времени а если я к самим дифференциальной системе дифференциальных уравнений пишу другие дифференциальные уравнения то их пересечение решения либо может быть пустым а если не пустой это выделяет сразу подкласс ну типичный пример автомодельное решение то есть мы когда вещи в определенном виде мы сразу выделяем подкласс какое-то решение и они бывают очень физически осмыслены но я люблю это пример приводить я уже неоднократно говорил когда мы кидаем кирпич в воду разные формы по круги по воде все равно расходятся круглые потом то есть начале это не содержит форму кирпича потом все равно все как говорится вырождается идет круги обычные на воде это говорит о том что как раз вот важную такую достаточно задачу мы можем решать и не так сказать использовать только подкласса решение дифференциального уравнения которые там все описывают вот ну как классически все это формулируется рассматривается однопараметрическая группа преобразований то есть у нас с вами дана вот новые координаты x и у x у нас это за независимые переменные у зависимые переменные и у нас есть начальные условия что при а равном нулю мы имеем известно это сказать уже x и у вот единственное что мы и здесь поскольку у нас дифференциальное уравнение поэтому мы должны и на производных это все сохранить поэтому вводится так сказать но тут используется мультииндекс вот так вот таким образом ну там набор этих ну например один один это значит будет 2 производная по первой переменной удобство записи компактная и задаются такие преобразования возникает вопрос как они между собой должны быть связаны почему их важно ввести поскольку у нас x и у это зависимые независимые но мы же хотим чтобы это однопараметрическая группа сохраняла нам дифференциальное уравнение то есть решение оставалось то есть если x и у являются решением то преобразованный x штрих у штрих тоже будет являться решением эту дифференциального уровня вот то есть преобразование производных 3 должно сохранять 2 вот это однозначно определяется и тогда так сказать эти преобразования там их достаточно много разных есть локальный не локальный даже овсянников там у него была работа и приближенные симметрии пытался вводить ну как бы вот это все определяется таким оператором преобразования поскольку так сказать на самом деле все у нас поскольку производные везде распроизводные то у нас есть какая-то окрестность который все это определяется из нее все выходит поэтому достаточно определить именно вот такие инфантазминальный оператор группы вот и они все это показывают это x и это и нж это то есть это по зависимый независимые перемены это по зависимые перемены вот такому мы записываем и x и это они как раз все нам будут определять но оператор продолжение поскольку мы должны работать с производными вот я это все достаточно поверхностно объясняю тут особо вникать во все это не надо просто я предложу альтернативный простой подход но только надо понимать что такое представляет собой базис гребнура я конечно постараюсь насколько смогу это достаточно просто объяснить дополнительные координаты вот у нас получается оператор преобразование такой и оператор дифференцирования да и такой вот форму задает вот продолжение производных записываем условия согласования что вот это вот так сказать дифференциальная форма у нас тоже здесь должна равняться нулю то есть полная производная полный дифференциал от у штрих расписывается таким образом и применяя вот получаем так сказать уравнение при а равном нулю подставляя значение функции их самих производных получается вот это соотношение вот которая так сказать вот таким образом ее можно представить и непосредственно получается вот дополнительные все дифференцирования выглядят таким образом то есть тут достаточно хочет и формально и достаточно все не так сложно но громоздко на самом деле все эти вычисления при этом приходится проделать все вручную и ну конечно можно символьно все это делать но обычно системы компьютерной алгебры все-таки с производными иногда работают не очень хорошо как правило но все равно это получается очень громоздко вот и тогда у нас если задана система дифференциальных правней у частных производных катого порядка то мы должны вот этим оператором x катая подействовать на самому на самую систему f но при этом еще все частные производные должны на f равном нулю условия приравнять но типичный пример это когда например у нас уравнение лапласа у xx например двухмерный случай плюс и у и грек и грек значит мы должны все производные у xx заменить на минус у и грек и грек и естественно все продолжения всевозможные которые можем сделать дифференцирование тоже заменить чтобы таскать учесть что у нас f равно 0 на системе вот они самое красивое что здесь получается это то что у нас система была произвольного порядка в данном случае вообще видите записанные даже не полемиального там вида система а даже вообще достаточно общем виде то у нас получится 7 линейных уравнений относительно кси это то есть мы ушли от нелинейные задачи к линейным что гораздо проще сразу же таким образом получается вот эти уравнения определяя образуют векторное пространство тут возникает коммутатор x и грек для двух решений которые на самом деле его с точки зрения боится гребна это просто условия совместности что эти два два оператора имеют сказать общий набор решений и так сказать поэтому это я попозже чуть покажу вот соотношение 13 свободу вот эти переменные вот по всем переменным все это лучше показать один раз увидеть чем это показал вся сами формула то есть вот возьмем дифференциальное уравнение простейшее дифференциальное уравнение первопорядка она у нас называлась карман фалькович фалькович был долгое время заведующим кафедрой у нас и когда я поступал на на факультет он еще был заведующим к сожалению он умер через несколько месяцев вот сонарное козловое течение газа то есть у нас вот так дифференциальный оператор то есть у нас есть две зависимых переменные одна вернее две независимых одна зависимая переменная то есть искомый оператор у нас полный вот так вот таким образом записывается вот его второе продолжение вот мы должны приравнять то есть вот так вот его записали через эти так сказать обозначение и учли что у нас у у 1 1 плюс у 2 2 равно 0 формула продолжения они вот таким образом по тем формулам которые приводил расписываются видите они достаточно громоздкие сами по себе тут даже поставленного многоточия поскольку достаточно длинные выражения вот мы должны приравнять нулю каждое слагаемое в этом выражении но и в результате получается вот такие вот соотношения то есть коэффициенты вот так вот и вот такие вот соотношения на это получается но тут какие-то вычисления проводятся нерегулярным способом на самом деле поскольку это не алгоритмический способ а мы просто догадываемся и раз здесь например вторая производная полу значит полу линейная функция ну и так далее и мы производим эти упрощения хотя если бы воспользоваться бальцем грёбра как я покажу позже там все получается достаточно глядым способом не надо вот эти придумывать какие подходы как проще все это получить поскольку пойдешь по одному пути потом пойдешь по другому пути неизвестно какой более быстро приведет к ответ на самом результат вот и в результате получается окончательный вид этих уравнений вот имеет следующий вид вот зависит от шести произвольных постоянно вот они как раз я прошу прощения слушаю вот экран похоже не обновляется вот у меня моя формула как так вот я вас лайк седьмой слайд как бы на я точно все обновляется поскольку я говорю на телефон и меня включена моя презентация и говорю с компьютера компьютер у вас показывать у меня тоже обновляется 17 из 18 стране 17 из 18 страниц у кого не обновляется я рекомендовал бы выйти и войти еще раз бывает что заедает давайте я сделаю паузу я думаю ими не критично там пара минут и тройка никак не повлияет вот но вот тут получается пока прокомментирую просто эту страницу если по константам все это расписать поскольку у нас линейное пространство здесь получается как раз вот например x5 x6 это вот классические витой их линейной комбинации говорит о том что у нас есть автомодельные решения и тут еще присутствует произвольный параметр n как обычно обозначают то есть тут целый класс решений задается автомодельных от параметра n которые там многие физические задачи определяют и там целая классификация там обтекание так сказать тела на ну дальние боли там какие-то профили теоретически находят и так далее и так далее то есть это на самом деле очень интересно для чисто прикладных вещей ну на самом деле это последний мой слайд слайд так сейчас это последний да больше у меня как бы все закончилось я хотел бы перейти так сказать уже к вычислению с помощью бойца гребра ну наверно я перейду так сейчас я сделаю на весь экран не ну я вот тут буду использовать непосредственно симпай вот классический симметрии то есть ну возьмем автомодельное решение то есть я здесь определяли постоянные а б и с и ру записываю так вот так сказать завидит независимые переменные добавляю переменный эпсен который будет являть роль константы который подставляет само решение одна зависимая функцию и рассмотрим уравнение колебаний то есть само вот уравнение колебаний записано вот я его напечатал видите у меня у сразу зависит от эпсела вот и так сказать беру оператор который будет связано с симметрией дифференциального уравнения то есть само сами симметрии который автомодельные я ищу в таком виде это производная от у по эпсилам а умножить на т поскольку а вот в таком виде но с михаилом дмитриевичем мы тут обсуждали и мы пришли к выводу я с ним в принципе сейчас согласен полностью но надо брать просто это сказать функцию линейную то есть не только а т но еще плюс константа какая-то вот более общем виде я пока тут частно рассматриваю вот bx видите производная по x bx ну и какая-то c на у то есть и вот мы будем искать имеет ли система уровня уравнение вот этой q1 и q2 общее решение то есть она система совместная или нет чтобы проверить условия совместности тут не надо все эти громоздкие формулы которые там вот в предыдущем варианте выводились и так сказать их подстановку никакую не надо делать просто с точки зрения боицев грёбнера мы должны посчитать с поленом то есть ну выбрать упорядочный какой-то давайте выберем упорядочный такой чтобы у нас производная по эпсилам была например самый старший ну и пусть будет производная по т самый старший случае но это не принципиально на самом деле тут много разных можно выбирать но единственное сприном который здесь строится это мы должны это уравнение продифференцировать по эпсилам а это соответственно подставить туда внутрь поскольку здесь возникнут производные по эпсилам то есть раз возник производный по эпсилам производная по эпсилам у нас вот равняется вот этой вот штуки и мы можем ее сразу туда подставить но я для наглядности вот продифференцировал и подставим вот у нас по возникло вот такое вот уравнение то есть видно что здесь d по dx квадрат здесь была производная у нас вот по x квадрат мы сюда же продифференцировали поскольку уравнение линейное тот возникла подстановка и вот здесь ну симпай есть хорошая функция такая дуит это всегда была проблема систем компьютерной алгебры до какого порядка применяя всякие преобразования считать по умолчанию вот тут какой-то разумный компромисс они берут там по моему по документации до третьего они подставляют там до какой-то вложности по моему до 2 или до 3 но если пользователь хочет полностью все подставить то он должен написать дуи вот я написал поскольку это объектно-ориентированный язык то через точку здесь очень удобная запись без когда вы берете все в скобки в скобки в скобки это не считаемое получается выражение вот мы все подставили получили вот это вот уравнение то есть видите я тут никаких формул не применял ничего не делал то есть у нас получилось отношение теперь мы должны учесть с вами что производная 2 по t это производная по x дважды поскольку у нас уголовое уравнение это соотношение выпало я для наглядности специально записал что я продеференцировал по t по x вот это соотношение чтобы поставить то что у нас тут максимум третий порядок производный существует после всех подстановок у нас получается вот такое соотношение 2 2b ну так сказать отсюда сразу же видно что по сказать а должно равняться b вот таким образом получается у нас все так вот это вот как бы мы получили соотношение для классической симметрии то есть у нас автомодельные это сказать ара должно равняться b c это сказать на c никаких условий нет но это в принципе и понятно поскольку у нас любое решение системы умноженное на константу цель опять является решением это как раз есть симметрия который очень просто вводится а вот именно чисто автомодельное решение вот они получаются что должно равняться b ну и соответственно если мы разделим все уравнение на какой-то пошел у нас определено это константа можем все разделить на самом деле только одно автомодельное решение тут нет никакого произвола такого параметра завещего теперь я хочу показать чем разница между так сказать симметриями и просто нахождением частных решений то есть изначально мы здесь с вами брали именно что у нас вот производная по епсилон я специально здесь вот видите киеве равенство записал через раз равняется и привод штуки предположим нас мы взяли просто вот этот и будем искать частное решение в не входить туда епсилон просто искать пересечения то есть у нас задан вот такой час вот задал такой вот вид сейчас секундочку вот я просто беру вот саму вот такой вот выражение в данном случае вот так вот и буду проводить те же самые это сказать конструкции тут гораздо сложнее уже получается но я должен сначала прежде чем строить исполино я если у меня производная по т старше чем производные по x по порядку то я должен сначала упростить уравнение q1 силу уравнение q2 я это делаю таким образом что сказать и q1 умножая а умножить на t а и q2 дифференцирую чтобы у нас старший старший член сократился после сокращения получается вот это соотношение я начинаю дальше продолжать сокращать поскольку здесь у нас есть производная dx по dt ее сокращаю потом исключаю производную по т который здесь остается ее сокращает ну и в конце концов получается что у меня остается только один коэффициент вот ду дx дважды остается я его так сказать выделяю коэффициент поскольку мне должно точно быть ноль то есть я должен вот это соотношение приравнять сразу обращаю внимание на то что здесь появилась нелинейность видите квадраты получились то есть это означает что учае симметрии мы всегда линейным образом работаем здесь же у нас мы не можем нелинейную в данном случае даже линейная задача дала нам нелинейную задачу условия на совместность этих двух систем вот уже квадраты пошли значит мы распределили вот так вот подставили посчитали с поленом и получаем тут и дальше продолжать все эти вычисления упрощения но и в конце концов но вот мы получили сейчас я пролистаю чтобы смотреть эти формулы достаточно громоздко мы получили систему вот двух уравнений для которых вот мы должны найти решение ведь они нелинейные я специально вставил такую печать чтобы было видно вот и можно так сказать попробовать ее решить вот она разрешается разными способами можно решить там приравнять и находится так сказать тоже вот похоже видите автомодельное решение вот одно из решений такого вида имеет вот и вот такой вид имеет решение конце концов мы получаем атаку и такое автомобильное решение как раз который означает бегущую волну для волнового уровня но видно что здесь этот поход если мы ну я вручную считал как бы базис грёбнера но на самом деле можно воспользоваться системами компьютерный алкоголь секундочку тут идут те же самые вычисления то есть я повторяю я посчитал исполеном хотя просто у меня пакет гинфа не пока не работает с дифференциальными уравнениями и это в основном связано с тем что нужно сделать эффективную реализацию числе наибольшего общего делителя для нескольких переменных вот это очень нетривиальная задача сами алгоритмы вычисления наибольшего общего делителя они достаточно громоздки и именно требует тонкой подстройки не во всех системах компьютерной алгебры вообще хорошие наибольшие общие дети реализации вот мы при насколько мне известно вот достаточно неплохая реализация наибольшего общего делителя и в принципе была неплохая в региусе а вот к сожалению библиотек который готов подцепить тоже как говорится никто не делает не знаешь чем это связано но вот наибольшего общего делителя является проблемой уж тогда я смогу работать с переменными которые ну там множители а без этого никак не получается очень частный случай которым я сейчас здесь и воспользуюсь очень частный случай дифференциальных уравнений можно считать используя чисто ну преномиальное вычисление боится в гребну сейчас я покажу как это все делается вот подстановка делается получается вот само сама система уравнений я уже здесь в отличие от предыдущего случая я здесь если вы заметили я взял fg и h то есть я взял более общий вид fg и h повторяя все эти вычисления которые были проделаны тогда только для так сказать конкретного вида получается набор уравнений вот эти уравнения вот они присутствуют вот это output 7 output 8 output 9 10 и 11 вот он то есть у нас набор от этих соотношений ну тут уравнение у нас получается три функции а уравнение у нас раз два три четыре пять пять соотношений пять уравнений ну никаких сложностей в принципе тут нет они все уравнение линейные и можно достаточно легко простыми способами определить совместность я здесь использую как раз вот этот такой трюк вот я буду переводить ввожу вот у меня я за главные буквы чтобы не было пересечений с маленькими буквами которые у меня символ не переменной я вожу ты x это у меня за независимой переменной и fg h это вернее опять я перепутал независимые зависимые переменной fg и h я здесь воспользуюсь так называемым модулем то есть у меня модуль это как бы ну такой модуль это как бы вектор элементами которые являются полиномы я с ним также могу устроить вычислять совместность и так далее здесь полная аналогия что у нас есть зависимые независимые перемены я специально здесь написал переход от так сказать от полинома дифференциальным уравнением показать что это одно и то же то есть вот эта небольшая функция тусимпай который это сказать переводит мне представление вот этих маномов которые вот обычно там маном это массив который или там список состоящий из степеней переменных вот он берется вот я его просто и уже аж вот он эту симпа я его отображаю вот дифференциальные уравнения то есть x у меня остается как был умножение на т квадрат это означает что у меня производная по т квадрат поскольку у меня частный случай дифференциальных уравнений дифференциальных ранее с постоянными коэффициентами всегда от одно и то же что мы умножаем что мы дифференцируем коммутативность больше правил никаких здесь не работает чисто алгебраических минус x квадрат это производная по x квадрат 2x это будет вот вторая производная по h ну и мы здесь вводим вот эти вот 5 этих соотношений которые у нас будут ну и дополнительно мы можем например задать что у нас есть дополнительное ограничение что производные видите вторая производная по x по t от и наших функций равна нулю то есть тем самым накладываю условия что наши функции должны быть линейным ну чтобы получить автомодельный можно там к задать 3 4 так далее вот после задания вызывается так сказать но я устанавливаю лимит памяти 100 в 1 гигабайт оперативной памяти вот и строю так сказать базис гребна вот у меня получается тут информация длина а так сказать max pos это как раз это самое у нас 0 1 2 3 функции сколько времени сколько было редукции всевозможных вот так сказать ну тут разные критерии число нормальных форм но самое интересное здесь полином гильберта который говорит о размерности полученной системы ну и чисто статистическая информация о максимуме используемой памяти текущей памяти поскольку обычно базис гребна в процессе вычисления может требовать гораздо больше памяти чем в конце в ответе такой элемент с копами происходит несколько у нас работал сборщик мусора и значит получается что в ответе у нас шесть элементов пленом гильберта пишется для каждой функции отдельно то есть 122 то есть как раз это и получается у нас решение содержит произвольные константы которые как раз определяют нам автомодельное решение ну можно расписать условия то есть система была упрощена вот до такого вида система была упрощена до такого вида то есть видно все соотношения которые должны быть вы тут самое удобное стоит то что когда вы привели систему в эту инволюцию то зная ограничение что у нас не богу все многочлены выше чем второй порядок дифференцирования мы кроме смешанных производных не задавал должны равняться нулю просто легко перебором объявить те производные на которых нет соотношения объявить произвольными константами а на те на которые есть соотношение например производные tx это как раз минус gtx то мы тогда можем подставить и до определить то есть мы сразу простым алгоритмом можем получить решение у поставленной задачи но это только в случае вот как говорится когда мы задаем и нам полемиальный в принципе отчет как-то очень быстро вложился и поэтому прошу задавать вопросы беспокоит александр александрович я вас немножко помочь если вы позволите начну такого простого вопроса и дали такого не совсем по вашей теме когда-то вы говорили на прошлом по моему ваше выступление что такой фразу тогда все писали на на эрлист вот вы сейчас используете вот эту систему сейчас я возьму бумажка она мне не знакома компьютерной алгебре симпай да вот так который реализована на питоне вопрос следующий вот в конце 90 годов у нас с вами была небольшой перед небольшая переписка по электронной поиске относительно вашего пакета системе редюс я уже не помню детали но тем не менее по-моему вы там разрабатывали какой-то стендового application вместо не интегрированная вредился на загружаемые модуля что-то на питона 36 она в стандартную поставку тогда вот это да помола но я я уже уже забыл вот вы начали свое выступление с тем что питон это но насколько я знаю это интерпретирующий язык по крайней мере вот как он был задуман да я с ним не знаком вот пытался рассматриваю это к вашим отступлением понять что это такое питон что такое и вы сказали если я не ошибаюсь что 600 раз медленнее чем си да вот вопрос собственно следующий с чем связана ваша миграция царлис появился на вот этот вот яркий симпай да что вам не понравилось что вам понравилось здесь и так далее какие-то сравнения ну сразу могу сказать р-лисп но в принципе это и лисп и есть просто это алголоподобная запись это надстройка на них удобнее было со скобочками со всем и работать вот но первый момент близки все структуры данных это списки списки списков и так далее ими в общем случае каркаде р как это дыр и так далее я не буду ими достаточно сложно работать том числе когда используешь там эрплака когда из ночь список изменения по месту они достаточно плохо отслеживаются и лучше за добро обительный код то есть вот вроде бы компактный но надо очень хорошо вникать и можно легко сделать ошибку и вообще спустя некоторое время ты заново когда читаешь очень тяжело исправлять если что-то надо поменять это первое естественно как любой функциональный язык он хорошо поддается компиляции вот особенно вот хорошо компилируется хаскели я с любовью отношусь к хаскелю хотя на нем не пишу но так этим мы заставляем студентов на первом курсе изучать краски или для того чтобы не то что на нем писали а чтобы научились правильно думать как написание программы читаю нахожу что учить надо людей функциональным языком а пишут они уже на конкретно ну и второй момент питон на питон у нас на кафедре начали при переходе это 2003-2004 год есть нет туда этого сказал что будет такой всеядный язык я бы никому не поверил вот но с тех пор являюсь его жарким сторонником вот питон на нем удивительно у них получаются алгоритмы более читаемые более простые чем написанные на псевдокоде скажем так у нас даже с вами петровичем гердом была дискуссия вообще приводить код питона поскольку он все-таки формальный язык а псевдокода это некоторые условности там принятые вот и надо каждый раз их объяснять какие-то нюансы а питон вот готовый язык у меня есть вот короткий я могу вам прислать алгоритм декстры записанный вот я специально для студентов сделал там во первых все ясно все читаем и все очень красиво но но питон и это вот язык который все все скушает как говорится поскольку он на самом деле правильное название питона си питон из питон написаны на джаве носить решетка и так далее так вот си питон стоит себя представлять я могу взять любой кусочек кода питона и встроить туда так сказать и код написан на си или на си плюс плюс данном случае система инф полностью написано си плюс плюс а для вызова питона там просто сделано так называемый там есть как его называют еще ситон не неси питон оси тон который это сказать позволяет очень быстро встраивать питон код носи и у вас фактически работает со скоростью си поэтому на питоне сейчас очень такие большие библиотеки сделаны кстати симпай какими-то там переписывается и носи чтобы ну как бы было некоторые функции которые на питоне выполняется медленно их значительно ускорить и вот так называемый вот си питон вот ситон он выполняется скоростью си и многие функции так сказать сделаны гораздо удобнее у меня когда-то давно лет 20 назад я там для железной дороги решал задачу там был огромный xml файл так вот xml файл разбирался и читался на питоне быстрее чем на языке си и это в принципе было понятно поскольку интерпретация данных на питоне уже встроена там есть библиотека стиль на си плюс плюс которые интерпретируются потом они пытаются сделать определение типа данных во время исполнения так на динамической типизации которые для компе для компилируемого языка это не естественно вообще говоря и это очень громоздкое программирование и многое там как раз связано с этой с виртуальной таблицей и так далее там виртуальные методы все плюс плюс вот а тут получается что в питоне это все средства удобные хорошей работа с базами данных совсем и я вот отмечаю я уже давно про это говорил и думал что хорошая система компьютерной алгебры получается в двух видах либо когда пишет чистый математик который хорошо понимает алгоритмы и что можно делать что нельзя но пишет плохо поскольку он математик прежде а не программист и хорошая система получается если в грамотно выбранный язык на котором пишется система то есть тогда так сказать с другой стороны подходит а системы которые заказываются то есть математик там работает консультантом а программист пишется отдельно они получаются не очень хорошими вот симпай развился очень бурно очень много на нем приложений написано вот позволяет делать эффективный код на питоне вообще очень эффективный численно методализован есть такая библиотека нумерик питон а на его основе сделан скайпай с антифик питон скайпай огромная библиотека который там от лап полностью поглощает практически и все остальное при этом работает быстрее чем от лап как неудивительно я как бы вот может быть пространно ответил на ваш вопрос надеюсь да но насколько я понял тут преимущество того что он более гибкий больше развивается да и больше возможно для развития вот на питоне и реализовали например википедия движок реализован на питоне торренты которые всеми пользуются там достаточно сложный алгоритм они были в зоне питоне только недавно появились реализации на си то есть это язык который примерно позволяет тут почему с вами петрович вот мы все обсуждали с дедом что оказывается что на питоне скорость написания кода вот на языках вот высокого ну смысле таких вот ти си плюс плюс джава сис решетка вот самые популярные которые пишутся они примерно обладают одной скоростью написания кода вот я их все не люблю кроме си плюс плюс а я могу практиковать эти и джаву си с решеткой я думаю что заслуженно вот но питон примерно в 10-12 раз быстрее написание кода то есть разработчик что делает за год на питоне он сделает за месяц скажите вот меня интересует вполне конкретная задача это хорошо что он там позволяет много библиотек позволяет выполнять различные задачи мне интересует и честно приложение для своих задач конкретно варис и гребнира дефиренциальное уравнение вот как вашим вот этот ваш симпай насколько он эффективен по сравнению с редюсом для вот конкретного для этого подножка для этих задач как он работает дефиренциальные уравнения реализованность и во-первых крупная библиотека я сейчас ее открою чтобы сразу таскать показать а я сейчас экран переключу и у меня вот есть неплохой такой туториал к сожалению так и не понял почему они написали то ли человек умер то ли как-то еще сейчас вот я увижу вот вот неплохой туториал по питона и тут он как раз был ориентирован на таскать дифференциальное уравнение вот вот тут слева перечисление надеюсь видно сейчас я попробую ну да у меня такой маленький экранчик но я вижу если снимать во первых очень хорошо решение сделано для таскать нахождение решений обыкновенных дифференциальных уравнений достаточно хорошие решатели очень разнообразные позволяет том числе находить симметрии и так далее вот и так сказать тут очень-то сказать это самая большая библиотека я сейчас лучше сам открою сейчас я посмотрел там оглавление мне видно тут в уголочке экрана ну вот тут перечисление библиотека я сегодня это открывал вот этот заходил на этот поскольку у нас как бы исторический кафедра всегда термик читала у нас у физиков и на мехмате правда термик сейчас отовсюду поубирали но вот тут вот великолепно библиотека вот это пойду вот я и пользовался могу сказать что она хорошая библиотека очень вот но тут видите это только библиотеки которые используют симпай перри но я вот пойду сейчас открою мне нравится там задачи и так сказать с маятником про что было понятно сейчас так документация вот и на линк пин дюлин то есть там достаточно просто программируется маятник который имеет степеней свободы в данном случае там они пример приводит для плю для пяти степеней свободы но все это решается формула громоздкий то есть получается формула для системы обыкновенных дифференциальных уравнений они видите какой здоровый вид имеет но они сразу перекачиваются численные все численно решается вот какой-то вот кейна метод я узнал что оказывается был какой-то немецкий математик специально разработал для метод не уравнение лагранжа не первого рода не второго рода а специально именно для компьютерных вычислений чтобы на компьютере было удобно сделать сделал какой-то вот такой вот метод вот там все это все хорошо показано а теперь я открою документацию так но тайпе референс но видно сколько у них там таскать тут хорошо и работа с матрицами и вот это самое но вот мы хотим видеть это самое о да и я наберем сейчас поиск после возможной салвера замены переменных все сделано очень неплохо достаточно хорошо вот давайте за в том числе салвера обе сейчас я увеличу сильно увеличил сейчас секундочку мышка так крутишь бывает перекручиваешь и здесь с начальными условиями в общем виде вот гипергеометрический но тут видно ли вот эти инфрациональные операторы все тут присутствуют и все это в каком-то виде все это реализовано вообще библиотеки вот связаны с с группами симметрии начиная вот я в редюсе смотрел везде они как-то вот ну скажем так я как не пробовал ими пользоваться они страшно какие-то неудобные и как-то вот практически ничего толком не находят это вот как бы такой элемент присутствует ну вот видно что здесь вот то что я рассказывал здесь тоже реализован на питоне скажите а вот этот этот ваш симпай да насчет но эффективности уже сказали получается что у вас некоторые даже си плюс плюс сравнимо до относительно расход на запросов на память и вообще реализация на современных к суперкомпьютерах что-нибудь можно сказать вот я могу сказать вот как он использует эту архитектуру все может ли и испортно используют и тонн он не это самое у него даже организация памяти он очень плохо так сказать параллельница но на питоне очень а он не может параллельница но у них есть так называемая консервация объекта все реализации или консервации так еще называют который позволяет передавать что из параллельные программы когда они считают они должны данные между собой обмениваться ну да а если это ссылками с указателями и так далее их надо правильно все это переводить и переделывать вот я численно например не надо было момент сновес токса я обсчитывал несколько задач сразу и чтобы было быстро считать поскольку все компьютеры сейчас имеют несколько ядер а каждое ядро еще пополам делится как правило вот я запускал сразу 5-6 потоков и и они все как в стеке выполнялись очень быстро эффективно не было практически наклонных расходов и все это внутри пи самого питона я даже могу это показать сейчас я переключусь у меня вот тут вот есть такой вот где сам питон находится где ссылку давал там же есть так называемый вот шаринг блинков вот вот тут есть всякие примеры вычисления сновес токса и так далее первое дифференциальное приближение сейчас сейчас ухты и замасштабировал ну так вот и тут я сейчас покажу как это все считается сейчас вот тут я вот эта оболочка юпитер называется она не обязательно к питону привязана привязывается к ко многим языкам программирования такая я по интерфейсу понял что это такое мультипро это самый языковая какая-то оболочка вот сейчас я покажу где считается вот у меня вот задач вот решение и я вот сейчас подождите сейчас так вот вот я формирую за однобор задач вот и начинает искать их выполнять сейчас так то скопин вот у меня я за забиваю шесть ядер беру время и вот у меня пул пошел я сформировал у меня синхронное выполнение задачи все это быстро эффективно считается задача закончилась посчиталась и дальше пошла знаете у меня студенты тоже почему-то хотят все писать на питоне не знаю почему так и спрашивают а если будет подписаться и заргонные труд кавычки обычно когда говорят насчет языка более поле но более менее понял мне он не знаком я говорю вот все говорят python python кстати пойду на питон рожка товарищи друг корняк владимир васильевич который в айей он это самое он принципиально не хочет кроме языка синича изучать а на питоне вынужден был писать программы которые позволяли ему делать графику поскольку он там всякие картинки делает касайдеры там группы преобразований на них показывает а там в языке график графика да пакетов на питоне которые хорошо струны векторную в формате pdf и либо епс либо свг вот он очень долго мне так сказать нервировал меня вопросами ругательством отношения языка питон потом признал что все-таки на нем удобно писать программы но сказал что я горит вручную быстрее бы все посчитал чем язык питон но таскать это же надо решать а на питоне уже как написал раз и много раз пользуюсь и поэтому признал и не скажете вот вот тут мы упомянули графику да но ты горе у меня один студент там нам нам от лаби делаем лабораторной точнее на октаве да там поскольку она свободная ну то же самое кулон бесплатный по сравнению по сравнению с коммерческим от лабом у него графика это гораздо лучше и октава и это самое и тем более мат лаба и быстрее и лучше и все удобнее и все бесплатно но я понимаю что бесплатный серьезный аргумент но я имею ввиду по красоте удобства графики по презентативности по сравнению пакет matplot.lib он написан на питоне вот matplot.lib вы нас был с google уйти поскольку они это самое ну начали уже как-то а или визуализация с питоном да то есть он уже туда интегрирован вы сейчас увидите в графике набор вся графика векторная то есть что хотите линии уровня встроенные там совпадения ну вот я вам и код очень прозрачный сейчас какой-нибудь хотите назову вот например вот я его включу но его книжку запишу я на листочке написываю некие вещи matplot.lib да плотли до меня это заинтересовало графику я диаграмм все ну вот например вот как построить вот вы нажимаете видите вот весь код который рисует графику вот это вот вот вся графика тут правда случайные числа используются для данных понятно вы видите какой простой достаточно код есть еще библиотека по x она не сколько под графики приспособлена вот а она приспособлена вот под всякие картинки рисования то есть там как бы трехмерный двухмерный но это не главное там можно рисовать вот векторным способом всякие вот такие графики видите вот но даже вот мало того она удобно в этом skype и я к сожалению сейчас попробую загрузить у меня есть набор я как раз использовала его для таскать того чтобы показать эволютивное деление которые здесь вот используется в бойцы гребна когда строится для визуализации я прошу прощения что вмешиваюсь в ситуацию да ты свое свой план рассказа выполнил уже а я выполнил а что-то как-то быстро отстрелял достаточно прошу прощения все в порядке самое как-то наверное меня смутило что студентов нет и я начал скакать я нет антонович я понял нам я заканчиваю вот я сейчас покажу вот этот по x очень удобно графики строить у вернее всевозможные картинки рисовать на нем при этом это все векторная графика сейчас ну вот я гружу этот пакет по x вот например и рисует трехмерную графику вот она нарисована прям здесь картинку можно отобразить а можно еще сохранить pdf формате ноту вот например решетку там сделать или вот нарисовать сейчас ах давайте сейчас попробую выполнить ну мне вот видите вот я нарисовал эти все на графике поставил подпись они что матплут лип что по x понимает частично латех и формулы можно записывать вот видите опишу z квадрата эту форму рисуется понятно я обычно делаю матлаве потом редактирую иллюстраторе сам руками ну вот там проблем возникает из-за и вот почему-то михаил дмитриевич меня как бы не задают вопросы не критикуют ты я тоже честно говоря вот вот жду когда тот заделет давайте я вот насчет программной части я закончу я понял тут много информации я говорю я с утра смотрел вот за местная по вашим ссылкам в абстракте ну я говорю для меня это очень новое один только вопрос вы сейчас с редюсом никак не общаетесь с эрлистом насколько я понял вам вам понравилось это в одну в редюс я сам даже ставил когда появилась новая версия а проблема с этим саму цифра листом а сколько если там у них убрали там какая-то лицензия непонятно чего как использовал всему поскольку она достаточно ее там хорошо адаптировали сделали за полную как бы вот а потом все равно я ушел на симпай я как бы к нему приглядывался а как-то он приезжал на конференцию в санкт-петербург вот этот панемиальный компьютер на алгебра и с большим удовольствием писал на симпай и был в диком восторге было тут не очень хорошая связь по крайней мере у меня сейчас я пропустил это про кого идет речь сейчас ну книжка компьютер на алгебра и приложение акритис из греции он а нет но я не знаком он уже как бы в возрасте человека и он приезжал и он был в диком восторге от симпай мне показывал что-то ему там не запускалось и ему что-то помогал настраивать вот в результате это была последняя капля и я начал активно его использовать и сам нахожу это правильным этот подход я не становлюк сэйдж я михаил дмитриевич вызываю на разговор поскольку сэйдж это слишком громоздкая система а симпай компактная его могу поставить на это самое например как его на это самое я сейчас к сожалению видео наверно отключу меня телефон садится и я отключу его поставленную зарядку чтобы я мог говорить хорошо а сам экранчик будет до видео нам не нужно будет поскольку это самое экран то я вот показываю это у меня компьютер отдельно а у вас компьютер а там киевики говорю иначе через компьютер там усиление идет фонит да я известно что гораздо лучше ставить это самое телефон там же все приспособлено как раз к тому чтобы хорошо передавать речь а можно вас попросить вот первые 18 страниц был педевчик презентации в латыхе да там да да потом у нас появился экран компьютера вот сам с питоном это надо или симпаем я до симпай на это вот вот самое самые первые строки кода которые были то есть не педе в презентации я вот не могу отмотать выступление назад поэтому к сожалению это невозможно коллеги меня наступившая тишина настораживает ты нет натуры что-то я все восстановил я нормально меня слышно ну более надо все хорошо я просто это самое я в наушники говорил пусть так удобнее но вынужден перейти на такой встроенный наушник чтобы телефон на зарядке тут нереальные розетка не рядом так михаил дмитриевич вопрос какой-нибудь хочет задать ну юрий анатолич все время пугает моими вопросами но наверное таком случае я возьму на себя инициативу значится пункт первый я не буду говорить какие-то слова в защиту сэйджа который тут был обруган я думаю что сэйдж сам за себя заступится вот что касается услышанного меня мне кажется что было сделано три разных сообщения связь между которыми вообще говоря требуют дополнительного исследования ну вот берется и пишется во втором подходе что там значит будем считать что наша функция у зависит от параметра эпсалон и производная ду под эпсалон есть линейная функция с неизвестными коэффициентами относительно у по х и у по у да вы знаете я тоже это гипотеза она может и хорошая но она здесь появляется как гипотеза с потолка как она связана с теорией групп ли там тоже вводится параметр не спорю но будут ли получаться при этом втором подходе действительно группы преобразования или они будут только локальными или вообще не будут группы не отвечать это взаимно однозначное соответствие там как у нас операторы x был записано в данном случае и fg и h это как раз коэффициент и а аш это коэффициент того оператора они вдруг но в данном случае сейчас я включу вот вот у нас оператор вот например вот этот все и все один все два это это как раз и уже и аш в том представлении то есть вот это представление и это это одно и то же это не мой результат это общеизвестные результаты это во многих книгах по эта книга лычагин красильщик и еще одна фамилия не помню симметрии дифференциальных уравнений там все это у них хорошо расписано по этому поводу ну в таком случае я сполкаю я не знаю как какие еще вопросы можно здесь задать у меня остался один вопрос организационный я вот тоже хотел на это сконцентрировал обратить внимание на это обстоятельство которое было отмечено вопросами очень простой скажите пожалуйста но вот я на вижу что этот семинар записывается меня красный огонек горит это хорошо и девчик насколько я понимаю там будет тоже прицеплен да вот эти вещи которые вы сегодня рассказывали вот именно сегодня в каком-нибудь печатном на уровне там при принято я не знаю техникал репорт вот не на уровне презентация что-то с текстом ну вот мы с мигал дмитриевичем и с леонид антоновичем как раз это обсуждали у нас еще один семинар присутствует такого частного порядка я думаю что здесь выйдет несколько публикаций поэтому после уже мы уже это проехали до имеется ввиду но не проехали а как бы они еще не вышли естественно еще не написали этот семинар я уже не посмотрю он про но мы обсуждали до этого несколько раз поэтому у них было мало вопросов поскольку это уже было достаточно бурно это такой неформальный семинар поэтому мы как бы вот обсуждаем так получилось что уже мы уже много уже согласились и поэтому начал доклад с того что я согласен с михаил дмитриевич я прошу прощения но мне кажется что пытаюсь подобрать слова студентам это очень сложно будет подать вот я вот понимаешь ответ из цикла смотрите книжку и чагина но это не ответ согласен согласен мало того я извини меня ты говоришь что у тебя не реализована значит работа в генве с частными производными и дальше кольцо не коммутативное отображается в кольцо коммутативное и говорится же ну для этого случая так можно делать я не знаю как это студентам сказать но студентам даже боится гребнара это два-три семинара надо объяснять и показывать для освоения это как минимум а тут извини я нервничать начинаю я не могу вот так вот спокойно сказать своим студентам не бойтесь можно так делать они обязательно найдут случай в котором так делать нельзя а вот как я потом оценку что студенты такие сообразительные высшая оценку потом студентам за это если не находят даже сяняши нашли но попытка была стоящей они где-то просто не до конца разобрались я все равно оценку повышаю поскольку надо всегда стимулировать это все но дело-то не в оценке а дело в том что куска то нету вместо него используется заглушка условия применимости этой заглушки я не понимаю но дело в том что у нас есть уравнение вот данном случае система у нас получается линейных уравнений если у меня нет никаких переменных дополнительных ну типа вот как мне только производные заданы то есть случае линейных дифференциальных уравнений это можно всегда так сказать перевести в преномиальный случай это там просто производные там сколько-то по x и так сказать умножение на эту переменную сколько-то по x умножить на эту маном какой-то вот то это одно и то же на самом деле пусть то с точки зрения алгебры что там что тут все работает одинаково но судя по всему тебя нужна не только линейность на отсутствие умножения на что-нибудь типа x маленькая это маленькая вот я поэтому и говорил что мне тут необходимо сделать наибольший общий делитель если они возникают нужно делать наибольший общий делитель а у меня наибольший общий делитель нет у меня есть простенькая реализация я вот кстати думал перед докладом сделать но у меня не реализована работа с модулями в моем для студентов написанном на питоне бориса гребнера если бы я написал это все то тогда я мог бы целый я легко цепляю там симпай и за счет средств симпай вычисляю наибольший общий делитель это так можно я вот в некоторых раздумьях сейчас вот как это как быстрее получить какой-то выхлоп ну то есть в их выход более так сказать конструктивный чтобы можно было это сделать и если позволишь я же тогда тогда еще одну вредную вещь скажу из этого же цикла значит насколько я представляю в мейпле есть блок который умеет считать по крайней мере для одного уравнения симметрии и периодически я слышу доклад на каких-нибудь защитах каких-нибудь магистрских работ что какое-нибудь очередное уравнение нелинейные в частных производных вот для него нашли группу симметрий естественно возникает вопрос а чем то что ты предлагаешь будет лучше того что уже есть ну во первых у меня конечно не общий случай а частный это во первых во вторых у меня регулярный тут достаточно подход он полностью алгоритмический а вот у они действуют по этим формулам громоздким видно было что даже вручную используя просто память понимание как бы если гребна у меня вычисление было гораздо меньше чем был бы сделан с этими операторами продолжение всего я думаю что в реальности гораздо больше задач можно здесь посчитать а у них просто не хватит ресурсов компьютерных чтобы все это сделать охотно верю а ты сравнение проводил ну надо вот попробовать у меня есть это я этого излагал своей кандидатской диссертации есть уравнение лина рейс нерадзиана это медленный трансзвук там x y примерно это и нелинейность присутствует вот но она их эквивалентно там нелинейно уравнение хохлово-заболоцкая так акустическое уравнение но это одно и то же они там из друг друга там простой замены переводится вот и там целый набор группы симметрии присутствует краз полиномиального вида там по т проявляется дефор и обыкновенные а вот x y ходит в разных степенях x куб y куб и так далее я сомневаюсь что какая-то из этих систем их посчитать пусть там несмотря на то что все это можно вручную даже сделать вот мне тогда запускал еще давно у меня не посчиталось ни на одном пакете но это было давно правда но я думаю сейчас не посчитается пусть достаточно громоздкие уравнения а их надо привести конволютивную виду если они базис грёбнера не использует внутри этих горитмов я в этом сомневаюсь на вряд ли у них что-то либо получится то есть собственно говоря проблем у них наверняка возникают когда дело доходит до систем а с одним уравнением они скорее всего справиться но тут одно уравнение на самом деле тот ли на рейс нерадзиана но просто я просто хочу сказать какая идея они получили вот этим знаем определяющие уравнение систему она переопределенная начинается там три качества давайте вот если есть там третья производная равна нулю то значит это будет к ваку решением квадратное уравнение ну полное решение ну и так далее вот подстановки как вот я при первом подходе делал таким образом они пытаются все это сделать но он не всегда это такой конструктивный путь во вторых как они реализовали азарит меня не знаю но думаю что она вряд ли это все посчитается ну надо правильно просто я давно не проверял это хороший вопрос и как-нибудь я вот как время появится чуть лишнее обязательно проверю продумай полумение запускается из-за их не лицензии там вот ворованный давай мы этот вопрос оставим в дубне есть экзензионный мы по у меня тоже есть доступ мейкл так что если пришлёшь уравнение конкретно я готов посчитать я прям сразу пришлю давай давай только не очень быстро сейчас в общем сделаем за недельку я пришлю свою диссертацию кандидатскую pdf а там последняя глава там и все выведены уравнение и изначально и все там все написано там все и хорошо хорошо давай вот я как раз думаю что это хорошее упражнение для студентов для магистрских работ типа вот попробовали посчитать в мэпли попробовали посчитать с использованием твоего подхода сравнили и вот так пришли к таким выводом вполне себе такое исследование согласен согласен пригодная для восприятия я давно не занимался после мне как-то всегда было очень неудобно главное все это знаю все вручную считаю начинаешь пользоваться этими библиотеками там страшно неудобно все это сделано как-то ну я не буду спорить я не буду отстаивать что мы получше данном случае я просто говорю взгляд студенческой общественности чего нам тут рассказываете когда я могу нажать на кнопочку и получить ответ как в песне пелось неправильно это уже второй вопрос или ответ будет такой громоздкий что ничего не понятно что же там получилось как мы полчаса ответ он как бы формально выписал ответ а что ответа нет это не сразу видно по моим наблюдениям довольно часто результатом работы как раз являются выписаны из мейпла симметрии дальше говорить сакраментальные вот хорошо хорошо ну я в общем какие-то замечания извините высказал прошу простить если это было слишком долго можно я пили слишком критично можно теперь я вмешаюсь вопрос мне надо пожалуйста вопрос к михаилю дмитриевичу вы сказали такое слово как студенты меня это страшно заинтересовало скажите какая специальность этого этих студентов и какая кафедра это в рудн в рудн ну конкретно у меня это магистратура фундаментальная информатика фундаментальная информатика да понял более-менее у нас такой нету у нас все проще у меня как раз вот такие есть некие задумки но у нас там всякая защита информация вот такого вида есть прикладная мать и математика и как она называется информатика да это сейчас называется но у нас там тоже вопрос вещи вокруг программирования крутится чисто такие сандры но вы скажите еще у вас это где чтобы было понятно всем сейчас как он называется то сейчас я вспомню российский технологический университет последний раз назывался он регулярно как-то немножко переименовывается вот последний раз он называется российский технологический университет да вот так вот вот теперь мы университет вот так вот они воли шустер заканчивал ой не знаю кто там все заканчивал я вроде бы знаете у нас был егор гайдар заведующим кафедре экономики вот если верить плакатам или стенам если я их правильно понял вести вюля то вот одним из завка 3 кафедре экономики был егор гайдар а вот на этот ваш вопрос погодить вот но вот у нас как-то получился выступление и дискуссия она во время так но у меня все коллеги но может кто-нибудь еще хочет задать вопросы а то у меня ощущение что мы обделили возможно задать вопросами и еще участников я не думаю виктор федорович молчит значит вопросов нет ну что в таком случае я предлагаю закрывать наше заседание будут ли какие-то возражения согласен спасибо большое спасибо обычно хорошо спасибо всем за то что вы слушали меня мои сумбурные может быть доклады до свидания всего до свидания